Я много могу говорить, почему куристы должны приезжать в Азербайджан. Думаю, что россияне меня услышат. Мы в Баку, старом городе, богатом своей историей, своими традициями, но которому при этом не чуждо и все новое. Инновации, последние технические разработки в Азербайджане уже даже замахнулись выше, на космос. Из старого города мы отправились заглянуть в город будущего. Все made in Азербайджан. И это не помидоры, как многие думают. Тут и метачки, сканирующие тебя, как в шпионских фильмах. Видите зеленый кружочек, куда направлено. Да. Можешь направить, например, на пол, нажать кнопку, и там появится голова. Да, появилась голова. Ваша цель – посадить эту голову на реальный объект, без этого маркера. Благодаря этим очкам удается видеть те структуры, которые невидимы обычным глазом. И снова волшебные очки. Уже симулятор для летчиков. С его помощью можно отработать полеты над сложными территориями. Мне кажется, со стороны я выгляжу как сумасшедшая, но это очень-очень круто выглядит. Тут даже облака настоящие. Вот тут. Приземленных целей решили не ставить. Азер Космос – первый спутниковый оператор на Кавказе. До 25 сентября был запущен третий спутник, Азер Спейс-2, на геостационарную орбиту, на позицию 45 градусов восточной долготы. И спутник будет предоставлять услуги странам Европы, Центральной и Юго-Западной Азии, Ближнего Востока и Тропической Африки. На выставке новых технологий мы встречаемся с президентом Ильхамом Алиевым. И хотя глава государства свободно говорит по-русски, начинаю интервью на его родном. Эту запись потом весь вечер крутили азербайджанские телеканалы. Так что в некотором смысле команда «Россия-24» стала главным открытием этой выставки. Главная наша задача, которую мы успешно решаем – развитие нефтяного сектора, с тем, чтобы экономика Азербайджана устойчиво развивалась. Вы же хотите тоже развивать туризм. Я так понимаю, что больше всего туристов сейчас из России, правильно? Да. На первом месте из России было более 800 тысяч россиян. Они чувствуют себя как дома. Здесь нет языкового барьера. К ним очень хорошее отношение. Общая наша история также играет важную роль. Вкусная еда. Да, совершенно верно. Азербайджан сегодня – это уникальная природа, фрукты, исторические памятники. И все это в окружении тысячи огней. Иллюминация в Баку почти как в Лос-Эгосе, круглосуточная. Азербайджан называли страной огней из-за горящих нефти и газа. В древности сюда совершали паломничество огнепочитателей из Индии. В Азербайджане 9 из 11 существующих на планете климатических зон. За несколько часов можно попасть из пустыни в вечные снега. По пути проехав степь, субтропики и густые леса. А можно приехать в Баку и оказаться в Венеции. Смотрите, мы просто местная Венеция. Будем кататься на гондоле. Поехать и посмотреть разные страны совершенно не нужно ехать куда-то далеко. Можете просто приехать в Баку, здесь правда есть все. Вот смотрите, можно, пожалуйста, устроить себе тур. Здесь сделаны такие импровизированные каналы, такие же, как в Венеции. Гондольер, будем надеяться, что будет петь. В Италии они поют. Нет, он сказал, что он петь не будет. А я вот эту песню люблю. Сейчас вообще непонятно, где мы. В Азербайджане или в Италии? И знаете, что самое удивительное? Этот канал существует здесь уже 50 лет, еще с советских времен. Знаменитая Бакинская набережная протянулась на 15 километров и еще строится. Всего будет в длину 26. Далеко ехать и правда не нужно. Тут и башня, как в Торонто, и Сидней, и кусочек Дубая. Местные называют все это ближневосточным Парижем. Погода становится холоднее, пришлось немножко утеплиться. Мы сейчас пришли уже в старый город. Здесь уже виден какой-то национальный колорит. Вот, например, прямо на улице играют в нарды. Здрасте! Что, можно присоединиться? Да, да, да. Это у вас национальное прям развлечение, да? Да, да. Когда бизнес не бывает, играем в нарды. А сейчас слабо? А сейчас слабо? То есть сейчас туристов вообще нет практически? А без России? Есть, просто не покупают, просто гуляют. Просто? В России можно... Туристы есть, но ничего не покупают, просто гуляют. Ильхам Алиев сказал, что призывает всех туристов приехать в Азербайджан. Поэтому, дай бог, скоро здесь будет много туристов и не будет у вас времени играть больше в нарды. Сейчас в Баку не сезон, на улице холодно. Само название Баку произошло от персидского слова «баткубе» – удар ветра. Как здесь говорят, холодно танцует. Россия и Азербайджан объединяют то, что мы все любим хороводы. Это азербайджанский хоровод «Яллы». Особный танец, в общем, я попробую вклиться в этот хоровод, душа дать и занять в пляс. «Яллы» – это вот так. Хоровод с элементами игры. Среди танцующих есть ведущий. Его движения все и повторяют. У азербайджанского хоровода сотня разновидностей. Мне кажется, меня берут в хороводу. Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников говорит, что не только хороводами едины. Наши страны много что связывают. Производится промышленная сборка. Автомобилей, автомобили КАМАЗ, машин ГАЗ. В городе Баку в особенности культурная жизнь бьет ключом. Есть драм-театры, есть театры музыкальной комедии, есть театры оперы и балет. Они ставят самые современные постановки. То есть за искусством можно ехать в Баку? Да, я считаю, что да. Концентрация искусства в центре Гейдара Алиева, третьего президента Азербайджана. Здание – футуристический архитектурный шедевр творения легендарной Захи Хадид. Ну вот такое мы точно не ожидали увидеть в центре Гейдара Алиева. Гиперреалистичные скульптуры. Такая выставка здесь проходит. Настолько реалистично, что здесь можно увидеть даже мелкие родинки, веснушки, вены. Вот даже морщины наши. А посмотрите, какие ногти, например. Ну, прям человеческие ногти. Извините, можно посмотреть? Извините. Уже как бы цигель-цигель, а и люлю, как говорится, время. Так, а здесь у нас что? 18 плюс. У тебя 18 есть? Есть? Все, ну тогда пойдем. Просто нет слов. Невероятная выставка. Она уже побывала во многих странах мира. Но это уже то, что мы ожидали увидеть в центре Гейдара Алиева. Его личные вещи, его фотографии. Вот, например, форма его еще времен КГБ. Здесь уже мы видим костюм его с инаугурации. А дальше тот самый рабочий стол третьего президента Азербайджанской республики. Здесь еще его хранятся медали. В общем, все, все то, что напоминает азербайджанскому народу об их любимом лидере. Поехали. Еще одно мое личное культурное потрясение – это встреча с джином. Не с бутылки, с настоящим. У микрофона Джейхун Зейналов по прозвищу Джин. Его называют азербайджанским Бобом Марли. Джейхун Зейналов. Известный в Азербайджане певец, причем, что самое удивительное и вообще непонятно для меня, регги. В Азербайджане есть регги? Я узнала об этом сегодня. Основоположником именно в Азербайджане стал я. Кто прогрессирует, кто слушает музыку нормальную, они, естественно, слушают регги. Азербайджан – очень музыкальная страна. Опера, первую оперу в Баку услышали еще в 1908 году. Композитор Узейр Гаджибеков поставил знаменитую историю любви Лейла и Мейджнун. Это первая опера на Востоке. Основа азербайджанской музыки – мугам, включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мугам – это лад. Каждый лад выражает определенную эмоцию. Помимо регги есть мейхана – это азербайджанский рэп. Самый известный «Давай, до свидания». Чтобы понять Азербайджан, нужно попробовать его кухню. В одном из лучших ресторанов Баку меня встречает заместитель директора Эльшат Нуриев. У нас ресторан 5000 квадратных метров. Самый большой ресторан в Закавказе, можно даже в Европе, скажем. 28 дней мясо хранится здесь, а потом обрабатывается и дается гостей. Самые хорошие вины наши, местные. Азербайджанское вино, да? Конечно, азербайджанское вино. Подскажите лучше, откуда у вас ножи? Это ножи… Это что вообще? Почему они под номерами? Под номерами гостей. Гость приходит, и у него есть личный нож, который кроме него и меня никто не может трогать. У нас каждый день так много народа приходит. А сколько всего гостей здесь помещается? Общие 1500. Турецкое кофе. Ой, турецкий кофе, да. С турецком написке. Боттибон, стрип лоин, тиндер лоин, рыбай, локум. Вот что, что душа желает? Все есть. Для гурманов все есть. Вы будете помогать? Вас надо одеть. И меня на кухню. Все люди, как люди, отдыхают, а меня опять на кухню. Сначала мы будем резать мясо. Но я сейчас просто нусред. Вы посмотрите, что я делаю. Там нусред, я беру. Мне доверили просто пожарить мясо. Это я могу. Сейчас он будет делать какой-то последний штрих. Какой штрих последний? Браво! Теперь самое интересное. Акасач, дожди. Ишшшебу. Вот это сервис. Выпечки в Азербайджане более 30 разновидностей. Правильно говорят, что в Баку можно попробовать все культуры. Вот баклава турецкая на азербайджанский стол сейчас пойдет. В нее обязательно добавляют орехи, мак, миндаль, кардамон, инжир. А у нас на десерт, как всегда, концерт. Кстати, посмотрите, на таре играет калинку. О! Это единственный инструмент, в котором можно играть все время. Смотрите, как красиво. И тут пошла, душла, пляс. Слушайте, всему ресторану нравится. Всего известно о 60 азербайджанских музыкальных инструментах. Но самый любимый – тар, азербайджанская балалайка. Оказалось, как нельзя лучше подходит для калинки. Азербайджан, такой близкий и такой самобытный. Мы увидели его совершенно другим. Удивительная земля. Вроде стоит на традициях и ослепляет новизной. Здесь инвестируют в инновации, бережно при этом сохраняя традиционный уклад. Перед отъездом мы опять заехали прогуляться на набережную. Бакинская зима – это ведь русская осень. Над Каспием опять дуют ветра, выходят парусники, тут же неподалеку качают нефть. Но поверьте, не это самое главное богатство азербайджана. Мерси, Баку.